Привет, мои дорогие! Меня зовут Наталья и сегодня мы тестируем вот такой Капус Блонд Бар питательный оттеночный бальзам. Оттенок у меня розовый. Я в своей распаковке сайта Беру сказала, что я уже пробовала этот оттенок. На самом деле нет, у меня был перламутровый. Так что сейчас это будет для меня тоже сюрпризом, что как получится на моих волосах. Оставайтесь со мной, будем тестировать продукт. Так, я уже помыла голову. Как же мне нравится вот этот шампунь Элио Були. Он такой классный. Надо прям вот горошину. Горошину реально за два раза он промывает отлично волосы. И плюс после него как бы вот нет пакли на волосах. То есть вы видите, да, они достаточно такие не спутанные. Для моих волос это редкость, потому что, ну, мне надо обязательно использование какого-то бальзама, кондиционера. У меня очень из-за постоянного окрашивания очень вот эти вот кончики, ну, прям нуждаются в дополнительном каком-то, да, в уходе. То есть я не могу себе позволить просто так где-то помыть голову, ну, просто шампунем одним. А тут вот я так думаю, что можно. Но я, конечно, не рискую. Так и так, значит, промокнула все свои влажные вот эти вот волосы. И, собственно, буду сейчас наносить. Я сейчас вот так сделаю, чтобы не было последствий всяких разных. Значит, по рекомендации, что нам тут пишут? Пишут, пишут способ применения сейчас. Так, крутутух. Способ применения перед использованием. Надеть перчатки, бальзам нанести на чистые волосы, расчесать для равномерного результата. Время выдержки 5-15 минут. По истечении времени смыть объем, количество водонетриализации и смешение цветов. Учитывайте фон осветления. Значит, будем наносить. Я этот бальзам в прошлом, который у меня был, наносила и на корни тоже. Потому что я сейчас мою голову каждый день из-за своего этого дурацкого спрея для волос, который воняет жутко мужским... Как он называется? Господи, мужским партюмом. Поэтому... Ой, он прям розовый. Тот, который перламутровый, он не был таким розовым. Он был таким, ну как бы, фиолетовый с каким-то оттеночком. Ой, как мне интересно, что получится это вообще. И вообще, получится ли что-нибудь. Ну, то есть, вот. Он очень ароматный, очень вкусно пахнет. Каким-то... Что-то фруктовое, по-моему. Мне очень нравится, что продукт, который вы используете, имеет приятный аромат. Потому что, ну, это в процессе использования, конечно же, добавляет кайфа. Вот еще столько. Уже пойду. Я не думаю, что я буду прям розовая. То есть, что-то я, конечно, промахнулась, наверное, скорее всего. Потому что... Ну, что-то вот у меня розовый-розовый. Потому что с тем у меня получался розовый оттенок. Может быть, у меня отложилось. Потом я залезу. Я же в Инстаграме пишу про каждый свой продукт. И потом я просто залезла, посмотрела, нет. У меня там другой. Ну, ладно. Так, еще. Он достаточно густой. Но я, так как на всю длину, я все-таки побольше буду наносить. Вот. Абсолютно он не течет никуда, ничего. Руки, как видите, тоже не окрашены. То есть, перчатки, в принципе, не нужны. Ну, вот-вот так. Видно вам, что все я промазала. Завяжу. Не буду никакую шапочку одевать. Я иногда использую такие вот резинки, пружинки, просто чтобы скрепить. Но их потом промыть легко. И все. Вернусь скоро. Я тут подумала, что зря терять время. И решила нанести вот такую экспресс-маску освежающих для лица. Я вам ее еще не показывала, как она выглядит. Она прям вот такая. Это у нас банька Агафья. Она вот такая кремовая. Но как бы гелевую имеет чуть-чуть консистенцию при нанесении. Очень классно охлаждает. Так что глаза берегите. Прям вот я сейчас чувствую ментоловый этот эффект. Там в составе ментол. Не ментол, а, наверное, мята все-таки. Ту-ту-ту. Комплексы маска в помощи для усталости. Тонизирование, увлажнение. К трактологе ирис сибирский и росник. Также мята-холодянка. О, мята-холодянка. Да, она прям холодит нереально. Но это очень приятно. Я думаю, на лето такая маска после загара, например, будет вообще бомба. Просто если вы, допустим, чуть-чуть обгорели лицом. Или даже просто освежиться вам захочется. Вот. Ее очень любят тусовщики. Потому что она придает свеженький вид по утрам. И наносит ее прям из... Ну, то есть держит ее в холодильнике. И как бы с утра применяют для того, чтобы лицо все подтянулось. Вот такая масочка освежающая. Повторюсь. Ну, все. Через 10 минут пойду все смою. И маску, и бальзам. И вернусь. Так, ну все. Я все смыла. На лице после маски такой приятный холодок. Так классно. Она прям вот освежает. Супер. Обязательно попробуйте. Она очень бюджетная. Раньше ее было не достать нигде. Но сейчас в магнит косметики, по-моему, она где-то... Я ее еще в таких уже, ну, просто в магазинах видела. Протираю лицо тоником. И идем с вами наверх. Сейчас будем уже смотреть, что там с нашим цветом волос. Ну, сейчас, в принципе, можем сейчас, наверное, снять полотенцем. Наверное, там уже впиталось. Тоник вот этот у меня очень не нравится. Классный. Но есть от него такое. Если чуть-чуть попадаете в глаза, будет щипать. Рядом с глазами. Так. Сложно. Ой, пахнет. Пахнет. Очень приятно от волос. И они такие мягенькие. И когда я смывала вот этот эффект струящихся волос, как я люблю. Мне очень начинается. Ну, что-то где-то вот есть, да, розовое. Но не то розовое, которое я люблю. Ладно. Сейчас будем сушиться. Я сегодня на феншетку буду сушиться. Посушусь и вернусь. Так. Ну вот, я вернулась. Высушилась. Смотрите, что получилось. Ну, в принципе, вот краска, то есть, вот этот занировочный бальзам, он всегда ложится неровно, да. Общий такой цвет. Теплый розовый. Я маленечко недосушена. Потому что, ну, очень редко пользуюсь феном. И если пользуюсь, то недосушиваю до конца. Это вот прям теплый такой оттенок. Очень приятный. Мне, в принципе, нравится. Я даже вспомнила про свою нюдовую помаду. Вот такую от Эрифлейм. Сейчас скажу, господи, что тут. Ну, стоп нюд. Очень она классная, матовая. Извините-ка, нарутрясу. Вот такая. Прикольная. Ну, в общем, вот так получилось. Вы знаете, это очень даже интересно. То есть, я привыкла к таким холодным оттенкам более. А тут, ну, как вам? Пишите в комментариях. Спасибо за то, что вы были со мной. Спасибо вам за подписку, за пальчики вверх. Подписывайтесь на меня также в Инстаграме. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok